Объявить себя банкротом станет дешевле. Размер госпошлины, которую нужно будет заплатить при подаче заявления, составляет теперь не 6 тысяч, а всего лишь 300 рублей. Но это что касается физических лиц. Для юридических пошлина осталась прежней. Оформить собственность теперь можно гораздо проще и быстрее. Для этого был создан единый государственный реестр недвижимости. Своебразная база данных позволит подать заявление на кадастровый учет и регистрацию прав. Причем достаточно одного заявления. На все процедуры 10 дней. Конечно же это удобно, потому что необходимо обратиться всего лишь один раз в офис или подать документы в электронном виде или подать документы по почте. И безусловно это защита информации. Изменились и налоговые правила для граждан. Выйти из тени должны были все те, кто обязан платить транспортный, имущественный или налог на землю. Тех, кто это не сделал, теперь ждут серьезные штрафные санкции. И отговорка, что в вашем почтовом ящике нет уведомления, теперь не подействует. С 2017 года штрафовать будут всех собственников объектов невидимок. С 1 января 2017 года тем гражданам, молчунам, которые не заявили об этом имуществе, но налоговый орган узнал об этом имуществе, будут предъявляться штрафные санкции в виде 20% от суммы исчисленного налога за те периоды, когда он владел. Но не более, чем за три года предшествующих. Электричек и поездов станет больше, появятся дополнительные маршруты, возможно и упадет цена на билет. Именно на это надеются российские чиновники, которые освободили же дорожных перевозчиков от налога на добавленную стоимость при перевозке пассажиров и их багажа. Как будет на самом деле, поживем увидим. Это, конечно, не все изменения, которые вступили в силу в 2017 году. Мы будем знакомить вас с ними и дальше. Павел Фитилев, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.